по сути мне очень нравится город магнитогорск хотя меня зовут и в другие города потому что ну надо понять сколько уже материала сделался в гордом одиночестве но какие города ну давайте посмотрим какие города мне более чем нравится мне нравится только самара и владивосток в других городах бы я не поехал меня вызывали и в грузии объясняю в грузии было бы неплохо да представляете приехал нормальный телевизор который работает на телевидении 20 лет что он может да он может все что угодно потому что я не только перед видеокамеры еще из монтируя еще и многими вещами занимаюсь по сути я единственный человек который работает это к слову о том кто говорит что мне очень сильно хорошо потому что я работаю в городом одиночестве естественно но когда я пришел грузия за задал вопрос в каких условиях я там буду жить в каких условиях в каких условиях то есть я прекрасно понимаю что вы не цените то место где вы живете то есть зайдите просто в грузию зайдите в любое место вы смотрите как там люди живут то есть подъездных окон просто нет них выносят просто нет я не буду жить вообще никак. А что мне еще нравится в городе Магнитогорске? Мне нравится в городе Магнитогорске. Где я живу? Я живу в Ленинском районе. И в Ленинском районе посмотрите, как это делает. ЖРУ номер один. Все круто убирается тогда, когда нужно. Это тема. Потому что люди получают зарплату, люди работают. И вы не платите деньги ни за что другое. Потому что, когда мы обратились к этой управляющей компании, мы поняли результат. Они реально смотрят, реально экономят на всем. И по сути события, они не собираются деньги тырить, в отличие от других. А еще чем мне нравится город Магнитогорск? Тем, что я вам демонстрирую, что можно жить. И даже тем, у кого серьезные заболевания, как у меня, допустим, рак головы. То есть мы постараемся сделать так, чтобы в городе Магнитогорске выжили качественно и замечательно. Почему мне еще нравится наш город? Да потому что я вижу людей правильных, которые болеют за то место, где мы живем. Великодержавие комбината помогает городу укрепиться. И поверьте, не каждый тырит деньги. Не каждый. Структурная реформа управляющих компаний дает свои плоды. И оказывается, менее дает большее для всех. Зачем работать несколькими структурами, когда коллектив в раз собирает быстрее, чем многие? Отсюда и экономия. Зачем парк тракторов, когда можно привлечь того, у кого трактора на счету и в идеальном состоянии. Он все сделает. Не каждый такое может. Но ЖРУ номер один всем вам показывает, что экономия начинается с себя. Ну, по крайней мере, мы призываем к этому наших жителей о том, чтобы выйти и совместными усилиями навести порядок около своего жилища. И такие примеры есть. Буквально я вчера был на Герцена 39, где жительница просто превратила территорию около своего дома. Он небольшой домик, но тем не менее она превратила его в чистый уютный уголок на Герцена. И хотелось бы, чтобы примеру этих собственников последовали бы и остальные жители. Вы сейчас вот говорите только о листве, но листва-то это ведь это буквально там какая-то может быть десятая часть всего того, что мы подбираем. А в большей степени под окнами наших домов мы находим весь спектр тех товаров потребления, которые может человек потреблять. Начиная от легковых машин, которые брошены на газонах и находятся по несколько лет, ржавеют. И до самых там, ну, последних каких-то спичных коробков или зажигалок или там еще более мелких предметов, которые люди выбрасывают. Кто-то выбрасывает из своего кармана, кто-то выбрасывает из своего окна. И этим самым мы загаживаем просто территорию. Поэтому здесь нам нужно обратиться еще самим к себе. Давайте не мусорить, давайте будем наводить порядок у себя в голове в начале, чтобы не этот же самый фантик или обертку не выбросить на улицу, а донести ее или до урны. Ну, могут сказать, а у нас урн не хватает в городе, но положи тогда в карман и принеси в свой мусорный пакет, который у тебя дома или до контейнерной площадки. Это варварство, я считаю, вот то, что мы творим, мы, собственники, во что мы превращаем родной город. Ну, и есть такая расхожая мышца о том, что я плачу деньги дворникам, и поэтому вы обязаны убирать. Да, мы обязаны убирать, да, мы это уберем, но это будет не так быстро, как бы, наверное, хотелось, а это будет несколько дольше. Ну, и тут пропадает момент того, что я убрал, и здесь уже на этом месте мне уже не захочется мусорить. Ну, и, наверное, когда кто-то будет проходить, прохожий или ваш сосед, и на то место, на которое вы уберете, в общем-то, нагадит, то вы ему наверняка сделаете замечание. Поэтому я предлагаю всем выйти и посубботничать. Выйти и посубботничать – это хорошо, конечно. Как людям объяснить? Я просто на мне, я бывал во всем мире, в действительности, да, я прекрасно понимаю, что мусорить – это очень нехорошо, нигде не мусорят. То есть я был в Великобритании, да, в Северной Ирландии, я говорил, почему вы жвачки плюете? Почему вы это делаете? Я так и не понял. Гораздо проще все это дело убрать спокойненько. Зачем? Зачем? Ну, этот мусор просто непонятен. В Америке, допустим, народ не мусорит вообще. То есть там стоят различные вещи, вы там можете все это дело брать. Если мы говорим о других странах, да, то же самое. Ну, везде более-менее по-рядному. Что же у нас тут такое творится-то? Я прекрасно понимаю, что давайте все-таки грамотно отнесемся к тому месту, где мы проживаем. Это же наша жизнь, правильно? Если мы не будем какать у себя, то будет, в принципе, все в порядке. Другой вариант, ну, чтобы все уже поняли, но туда никто не поедет. Это вот другие гражданства, где просто запрещено мусорить. Это было бы клево. Но туда, опять же, никто не поедет. Как людям это все дело объяснить? Как им донести до них сведения? Телевидение хорошо. Что еще мы можем сделать? Ну, я бы не ссылался бы только на заграничный опыт. Мы были в великолепном городе Чебоксары, который нас поразил чистотой и порядком. Мы были в Белгороде, который тоже нас поразил чистотой и порядком. Другое дело, что, наверное, воспитание людей несколько иное. Я тут не могу сказать, что нужно сделать. Предложение такое, что если человек начинает с раннего детства убирать за собой, то наверняка у него будет порядок. У него будет порядок вначале, если это маленький ребенок в комнате. Как мы заставляем своих детей? Мы их заставляем. Мы показываем или собственный пример. Ну, плюс мы их заставляем. Ну, и наказываем. Если необходимо, то мы и наказываем. То есть здесь элемент воспитания, с одной стороны. Со второй стороны, это элемент наказания. И если вот эти мы два компонента как бы соединим в своей голове, ну, вначале взрослой, потом вот в детской, я думаю, что мы будем жить не хуже, ни как в Белгороде, ни как в Чебоксарах. То есть воспитание плюс невыполнение принятых норм общежития – это наказание. Если ты бросил, то ты должен быть наказан. Я же, если взять с другими странами, как раз-таки мы все любим ссылаться на Сингапур, да, а там 2000 долларов штраф за то, что ты бросил жвачку. Переведите это, значит, 130 тысяч – это где-то на наши рубли, 130. И поэтому, а плюс это еще и исполнение этого наказания. То есть мы понимаем, что если сегодня штрафы у нас не оплачиваются, то наплевать и будет ему, можно назначить его и 3000 долларов. Но если это исполнение наказаний не будет, то люди этого ничего бояться не будут. Но это приучает сейчас же постепенно к езде с ремнями безопасности. То есть мы повысили штрафы, и люди как бы стали обращать. Я знаю, что повышение штрафов за то место, ты занял, где это место для инвалидов, оно тоже под действием. Вижу теперь, что на торговых центрах или иных каких-то площадках, где обозначены места для инвалидов, и люди знают, что это 5000 штрафов, они стоят свободными в подавляющем большинстве. То есть здесь, еще раз говорю, это система и как воспитание, но и так наказание, и исполнение наказания. Это были наши мысли. Думаю, мы все обсудили правильно. Если жить в своем социуме, не лая друг на друга, а работая, то мысль вполне очевидная. Мы можем гордиться Магнитогорском. Может, к такому вас убедят штрафы. А может, вы и сами поймете. Мусор на помойку. И только любите родину и свой дом. И живите честной жизнью. Но и взрослых тоже необходимо приучать к этим делам. Может быть, все-таки поднять систему штрафов? За сигареты, за ту же жвачку, правильно? Пускай люди поймут, что одного наказали, грубо говоря, на 150 тысяч рублей, он уже за границу выехать не может, правильно? Ну, так я про это и говорю, что кроме системы воспитания, есть система наказаний, которая обязана и должна исполниться. И поэтому, а что от тебя требуется? Можем действительно назначить штраф 3 тысячи. От тебя требуется всего лишь навсего не бросить окурок, не выплюнуть жвачку, не выбросить бутылку. То есть от тебя требуется элементарно, что ты должен сделать. Более того, может быть, нам прийти к такому мнению, пусть это будут штрафы большие, человек не может заплатить, но пусть он тогда отработает на этих общественных работах, на той же самой уборке. Если его поймали, он не смог заплатить штраф, ну, в силу того, что у него небольшой доход семейный. Но, пожалуйста, тогда... Две недельки, чтобы поработал, да? Две недели там какое-то определили ему место, и он две недели убирает, и он, наверное, тоже тогда поймет, по крайней мере, он убьет за себя, а может, еще за десяток других людей, которые также мусорят и гадят, которых еще не поймали. И тогда, по крайней мере, так постепенно один, второй, третий и дойдет до того, что в чистоте-то жить приятно. Вот к слову о том, что мы делаем, да? Понятно, что ЖРУ работает круто, да? Но в скором времени мы сюда придем и покажем, что и дорожники тоже занимаются. То есть мы работаем, город живет. Конечно, было бы не очень хорошо ездить под дебильным дорогам весенним, но это случается, потому что и снега было много, и все остальное. Но все же делается, все делается для вас. Поэтому говорить о том, что мы живем в каком-то неправильном городе, этого нет. Теперь вариант вопроса, номер другой. Почему мы какаем везде и всюду? Почему мы какаем в свой дом? Что, не хватает штрафов, что ли? Я бы, естественно, сделал, как это было в Сингапуре, да? Ввел бы жесткие штрафы за курение, за бросание сигаретами, за... Потому что, вы же понимаете, да? Это прибирается, но вы живете в этом городе. Зачем вы вниз-то все бросаете? Что, сложно, что ли? Ну что, вам сложно это сделать? Я так и не понимаю. Неужели... Вот я езжу на машине, да? Почему мне говорят, Леш, у тебя в машине срач? Я говорю, да потому что срач, потому что я не собираюсь какать на улице. Я довезу до... мусорки, и все это дело выкину, потому что я люблю наш город. В конце концов, давайте так же любить наш город. Это же ваша жизнь. Это ваше будущее. Это будущее ваших детей. Голову включайте, господа мои. Голову включайте.